всем привет и сегодня у нас очередная распаковочка посылки на этот раз вот такой мелкий конвертик мелкий пакет шел он без трек номера не отслеживался бросили его просто посылочный ящик добирался 20 дней оценен 5 долларов на самом деле стоило 2 доллара и 24 цента и здесь как вы уже знаете из названия у нас фильтр ультрафиолетовый фильтр ув фильтр для защиты объектива в данном случае его покупал для своей видеокамеры sony я всегда пользуюсь вот такими фильтрами на всех фотоаппаратах ну на которых это возможно прицепить потому что скажем на вот этот мой походный фотоаппарат сюда к сожалению прицепить вот такой защитный фильтр нельзя и туда вот в шторке попадает пыль кроме того объектив может пачкаться но я стараюсь относиться к этому аккуратно периодически делаю профилактику прочищаю но тем не менее пыль туда попадает а пыль она потом сказывается не только на качестве изображения но попадает в механизм механические части трения и возможно со временем и шторки могут подклинивать и объектив может плохо выдвигать вел выдвигаться заезжать поэтому обязательно нужно приобретать вот такие фильтра давайте сейчас посмотрим примерим и я потом расскажу более подробно об этом фильтре пришел вот в такой коробочке в принципе стандартная коробка фильтр там не болтается сколько я покупал фильтров разного размера они всегда практически всегда приходят именно в таких коробочках фильтр у нас фирмы kenko вот на нем есть маркировка kenko и размер его 46 миллиметров джапан фильтр чистенький красивенький ну давайте посмотрим не ошибся ли я с размером нет не ошибся и он у нас отлично сюда накручивается вот вот таким образом теперь для чего он нужен сейчас я его сниму как я уже сказал туда попадает пыль а вот эти шторки они у нас достаточно нежный механизм и они могут подклинивать особенно это касается камер вот таких с автоматическим открыванием шторок плюс ко мы говорим о камерах sony то там мы видим просто промежуток туда тоже но это принципе он и в канонах то же самое может попадать пыль и вот этот механизм стабилизации если сильно много попадет пыли песчинок его может просто заклинить и вам придется нести в камеру в ремонт а это будет удовольствие уже не из дешевых ну и кроме всего у нас пыль оседает на самом объективе и это тоже скажется на качестве изображения поэтому фильтра надо покупать всегда я советую для любых фотоаппаратов будь то там зеркалка будь то видеокамера или какая-то более дешевая там модель фотоаппарата где есть возможность прицепить фильтр обязательно цепляйте чтобы фильтр в процессе у нас не пачкался на него можно купить такую же точно крышку но соответственно подходящего размера то есть тут у нас 46 миллиметров значит и крышку мы покупаем на 46 миллиметров крышку такую я купил но она приехать еще не успела как только приедет такая крышка я вам ее покажу и дам ссылочку на продавца пока она не приехала я не могу дать вам ссылку на продавца этой крышки потому что ну мало ли а вдруг он не присылает или присылает какую-то плохую протереть вот этот фильтр намного проще и удобнее чем объектив и мы даже не боимся его поцарапать но поцарапался он дешевый выкинули это как расходник мы купили поставили новый ну протирается он легко для того чтобы не бликовало солнце желательно конечно использовать еще бленду которая закрывает на это бленда не от этой камеры это сюда она тоже подошла можно даже использовать это у меня от канона бленда слушайте здорово класс сюда одевается я наверное так и буду ее использовать это здорово а можно купить уже и под 46 миллиметров но вот это мне кажется будет даже лучше сейчас посмотрим широкий угол да по краям ее не видно края не засвечивает то есть отлично подойдет здорово так что вот такая штучка а чуть не забыл кроме этого вот эти фильтра они улучшают качество изображения то есть когда мы фотографируем у нас фотография получается лучше чем без этого фильтра у нас получается большая прорисовка облаков тени и цвета становятся более насыщенными более красивыми более интересными поэтому даже если сравнивать качество изображения вот без фильтра и с фильтром то с фильтром изображение будет намного лучше это защитные фильтры такие фильтры бывают разными и поляризационными и там синими розовыми под все случаи жизни полярик поляризационный фильтр нужен для того чтобы блики на воде допустим убрать либо если вы зашли в магазин или в музей и снимаете через витрину через стекло то поляризационный фильтр как раз позволяет как бы убрать это стекло его одни видно и у вас изображение будет такое как будто вы фотографируете вообще без стекла не через стекло прям на прямой товар тема про фильтра она настолько обширная и можно разговаривать и не рассказывать целый час вот просто рассказываю о действительно нужной вещи которая нужна каждому человеку у которого есть видеокамера либо фотоаппарат и куда можно прицепить вот такой фильтр обязательно его купите поставьте и тогда ваш объектив будет всегда находиться в чистоте не поцарапается не испачкается не замарается потому что вот жир от пальцев оттереть достаточно проблематично даже используя специальными средствами жидкостями все равно это труд и всегда можно поцарапать защитное покрытие просветление которое есть на любом объективе и на этом объективе абсолютно на любом объективе там видно зелененькая синенькая это как раз просветление так что вот такая интересная штучка недорогая сейчас правда я смотрю немножко цена поднялась но может для того чтобы 11 числа скинуть и продать дешевле продавец надежный присылает очень быстро 20 дней это я считаю совсем недолго присылает действительно то что заявлено в описании так что выходите покупайте накручивайте и пользуйтесь и пусть ваши видео или фотографии будут намного лучше и техника будет всегда в сохранности и боевой готовности но вот это через стекло оконное не совсем уже чистое но тем не менее смотрю на тучки это с фильтром а теперь давайте снимем фильтр и посмотрим без него а вот это без фильтра так ну вы сами все сейчас увидели что с фильтром изображение намного лучше сочнее больше деталей видно но вообще оно как-то приятнее и естественнее если честно я не ожидал что будет такая разница я думал в принципе просто вот на зеркалке я такой сильной разницы не видел но я если честно и не сравнивал я его прицепил и пошел снимать а так чтобы один вот именно к сюжет как сейчас я не сравнивал сейчас сравнил и удивился фильтр нужная вещь вот такая суперская так что выходите покупайте ссылочка в описании под видео но я с вами прощаюсь всем пока и до новых встреч